Наш президент, наш мэр, они будут жить, детей своих пустят на такой двор? Не пустят. Они себе там загородили, все огородили, прекрасные сделали себе условия. А мы здесь как в помойке живем. Вместо чистого двора, горы мусора и свалка возмущается пенсионерка Людмила Винокурова. На помойку посреди зеленой зоны местные жители любуются уже месяц. С того дня, как собственников местных гаражей обязали снести их постройки. Поначалу жильцы соседних домов переменам даже обрадовались, однако вскоре поняли, что на месте старых гаражей образовывается свалка. Вдруг мы увидели на гаражах объявление, сносятся гаражи, мы так вздохнули и думаем, ой, наконец-то нас услышали, наконец-то гаражи будут сломаны, нас построят красивую площадку детскую, для детей что-то сделают. А нам говорят, а вы до 2020 года даже в бюджет не входите, мы там ничего делать у вас не будем. На месте старых гаражей, по слухам, будет располагаться автостоянка, говорят людям. С этим и связан неожиданный снос, построек которым более 20 лет. Месяц назад хозяева гаражей начали их разбирать, однако убирать после себя мусор они не спешат. В результате вся территория двора заполнилась ненужными вещами, большая часть из которых – обыкновенный хлам. Здесь на месте старых снесенных гаражей остались и предметы мебели, и старые ненужные шины, и прочий бытовой мусор. Однако главную опасность для местных жителей представляют вот такие вот погреба и ямы для починки автомобилей, которые когда-то устроили себе владельцы гаражей. Здесь, например, подземелье закрыто всего лишь тонкой дощечкой, поэтому провалиться внутрь, особенно ребенку, не представляется никакого труда. Многие жильцы уверены, свалка среди двора – дело рук не столько хозяев гаражей, сколько жильцов дома и даже дворников, которые повадились скидывать мусор на это место. Вон мусор, это домашний, это не из гаражей, вот из гаражей. Ну вот же из гаражей. Вот этого не было, вот откуда его притащили, в гаражей его не было. Ну правильно, мусор порождает мусор. Чтобы окончательно не погрязнуть, в помойке местные жители стали обращаться в ответственные органы. Однако все службы от мусора открестились, сославшись на то, что собственники гаражей сами должны убирать за собой свои вещи. Вчастков сказал, что он в отпуске и отношения к этому мусору совершенно никакого не имеет. Звоню до управления, до управления отвечает о том, что это мусор не наш, территория не наша, это гаражи относятся к оперативу. В общем, так сказать, отшили меня. Виновники несанкционированной свалки будут наказаны, пообещали нам сегодня в Министерстве экологии. По данному факту в ведомстве уже начали эко-проверку. В настоящее время проводятся работы по установлению собственников, балансодержателей данной территории, где производят осталось несанкционированное размещение отходов. Соответственно, их будем привлекать к административной ответственности. Если сотрудники Министерства экологии найдут собственников бывших гаражей, то нарушителей будет ждать штраф. Для физических лиц он составляет 2000 рублей.